Появление берестяного ремесла уходит корнями в далекое прошлое. У древних людей береза вызывала ассоциации с сильным деревом, но и другие свойства березы ставят ее в ряд исключительных. Геннадий Панин, Берестень. Если ремесло, работа с берестой, то промысел исконно русский. Плетением, тиснением, резьбой или росписью займутся руки. Звать Берестень ту вещь из бересты. Она прочна, легка, изящна, естественной природной красоты. Береза значилась как светлой, ясной у наших предков неспроста совсем. А снятый белый плащ березы известен утварью домашней всем. Из колотня или полосок рождались музыкальный инструмент, или лапти, туес для варенья, ковш родниковый, ваза для конфет, игрушки-шаркунки для украшения. Береза привлекала своей ослепительно-белой корой, берестой и зеленью. Лекарственные свойства березового сока, листвы, бересты тоже были известны человеку с древности. Береза избу освещала, несла грамотность, ума давала, обувала. И по сей день береза дом согревает и украшает своей красотой, крик утешает, больных исцеляет, чистоту соблюдает, кормит и сохраняет продукты. Поет. Художественные изделия из бересты – оригинальный вид народного творчества. Береста привлекала внимание народных умельцев тем, что при обработке она сохраняла свои свойства – мягкость, гибкость и прочность. Береста – это верхний тонкий слой березовой коры, нежно-розовато-кремового цвета. Ее древнее название – бересто – известно с XV-XVI веков. Позднее появились береста и береста. Эти названия употребляются до сих пор. «Ка бы ни лык, а да ни береста, так мужичок бы рассыпался», – говорили в народе. Береста легко снимается со ствола, обрабатывается с помощью простейшего инструмента. Она легкая, прочная, водонепроницаемая. Прекрасный подсобный строительный материал. В строительстве бересту использовали в качестве изоляторов от сырости. Благодаря водонепроницаемости и антисептическим свойствам береста предохраняла дерево от гниения. Зайдя в крестьянский дом, можно было увидеть много берестяной утвари, столь необходимой в хозяйстве. Набирушки, корзины, зобни, пестери, сумки, короба, туеса, солонки, плошки, ступни, брусочницы. С корзинами и пестерями ходили в лес погребы и ягоды. Короба служили для хранения овощей, муки и круп. Туеса были незаменимы для хранения молочных продуктов, мёда, рыбы и солений. Солонки были разных размеров и видов, часто в виде стилизированной утицы. Разбитые горшки получали вторую жизнь после обвивания их берестяной лентой. Во дворе можно было встретить простую конскую упряжь из бересты, верёвки, на рыбацких сетях поплавки. Самым распространённым предметом берестяного промысла в Архангельской области были туеса. Раньше в каждом крестьянском доме были туеса. В разных местах они назывались по-разному – баклага, порочка, бурак или бурачок. Это удобная, простая в обиходе утварь. Если стеклянную или металлическую посуду надо было покупать, то туес с разной степенью мастерства мог сделать каждый. Были они разных размеров и имели разные назначения. Туес, как правило, герметичен. В него можно налить воды или молока и не бояться, что всё вытечет. А по своему строению он напоминает термос и состоит из двух частей. Двух цилиндров разного размера, вставленных один с другой. Соединяются они деревянным дном и крышкой. Внутренний цилиндр называется сколотень, а наружный – рубашка. Между ними образуется воздушная прослойка, которая помогает регулировать температуру. Не случайно крестьяне, уходя в поле, брали с собой берестяные туески. В любую жару питьё в них всегда оставалось холодным. Туеса использовали и подсыпучие продукты. В них хранили съестные припасы, солили грибы и квасили капусту, ягоды, соленье, мёд. Мастеров по изготовлению туесов называли бурачниками, а промысел – бурачным. Сейчас чаще используется другое, более понятное название – берестянщик. В жизни крестьян большое внимание уделялось убранству стола, декору праздничной посуды. Центральное место на нём всегда занимала солонка. На севере её часто плели из бересты или корней. Соль – продукт старину очень ценный и связанный с целым рядом народных обрядов и суеверий. Солонки должны быть устойчивыми или плотно закрываться. Разнообразию форм даже одного этого вида посуды можно удивляться и судить о богатой фантазии крестьянских мастеров. Бытовали солонки в виде коробочки с крышкой, в форме бутылочки, в виде кобуры. Такую закрытую солонку было удобно брать с собой в дорогу, в лес, на рыбную ловлю. Очень распространена солонка в виде уточки. Когда-то утицу воспринимали люди как покровительницу дома, семьи. На скатерть свадебного стола солонку утицу ставили первой. Прочно вошла береста и в мир детства в виде игрушек. У каждого младенца были берестяные погремушки-шаркунки. Они служили шумящим оберегом и развивали мышление. В дальнейшем малыша окружали плетеные из бересты игрушки в виде животных, людей, предметов быта. Шаркунок от русского слова «шаркать». Шаркунок, сплетенный из бересты, погремушка, оберег с семечками или горохом внутри. Ее шаркающий шум развлекал ребенка и отгонял от него злые силы. Все, начиная с обуви и кончая шляпой, можно было сплести или сшить из бересты. В 1882 году на Всероссийской выставке в Петербурге, финском отделе, был выставлен костюм, где шляпа, пиджак, штаны, сапоги были сплетены из бересты. Основными способами декорирования берестяных изделий у разных народов являются роспись, тиснение и резьба. Которые уже были известны в середине XVIII века. Роспись на бересте широко распространена на севере. Крупным центром расписной посуды и утвари было Пермагорье на Северной Двине, где уже в XVIII веке расписывали короба и лукошки, туеса и хлебницы, люльки и санки, чаши, стаканы, пивные кружки, а позднее – прялки. Тиснение осуществляется вручную штампиками или чеканами из дерева, кости или металла. Молотком ударяют по штампику, на бересте остается рисунок. Кроме тисненной бересты применяется прорезная береста. Тупой стороной ножа или шилом на бересте наносится контур рисунка, который потом вырезается острым концом. Эта техника использовалась при изготовлении шкатулок, коробочек, чайниц, блюд. Украшенные резной берестой они приобретали вид нарядных, искусно выполненных изделий. С приходом в сельскую местность потока промышленных бытовых товаров, берестяное производство оказалось заброшенным. Казалось даже, что промысел и вовсе утрачен. И только в конце XX века, на волне интереса к истории русского народа и его быту, плетение из бересты, как промысел, стал возрождаться. Какое необъяснимое чудо взять в руки податливую шелковистую бересту и вдохнуть в нее жизнь, сделать что-то своими руками. Даже тоненькая берестяная лента может ожить и превратиться в шаркунок, изящную вазочку, солонку или лапти. Предметы из бересты, сработанные собственными руками, полезны, радуют глаз, а само творчество приносит большую радость. Если вас заинтересовал этот промысел, вы можете в нашей библиотеке взять и почитать следующие книги о таком замечательном народном искусстве, как плетение из бересты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!